Привет, друзья! Сегодня хотела вам рассказать, что я провезла с моря. Как вы знаете, может быть, с моего инстаграма, что мы были в Анапе. В Анапе живет замечательный скрапер Яна. В инстаграме ее знают как Сэмми Буши. И мы вот с ней списались и поехали к ней. Ну, как к ней? Она нас приютила у себя дома, а мы уже тусили по Анапе. Вот. Ну и так как мы скраперы, мы с Яной договорились, что я привезу для нее комплект материала, из которого можно будет сделать блокнот. И то же самое Яна сделала для меня. Вот как раз-таки, собственно, хотела сейчас вам показать, что у меня здесь есть на столе, что мне дала Яна. И уже чуть попозже мы из этого будем с вами сделать блокнот. Вообще, хотела сначала показать, что я такого надыбала на море. Яна собирает очень много разных штучек, которые находит на море. Прям вот, знаете, это реально заряжает. Когда мы шли по берегу моря, он такой, вот где мы как раз жили, он такой более галечный. Там такие большие булыжники. И как раз-таки вот именно на ту часть моря, бережья, туда выносит очень много всяких разных штучек. И вот именно вот это вот собирательство, ну не знаю, это может быть вот либо наше скраперское такое, вот что мы хомяки с вами. Вот. Это наталкивает на то, что ты тоже ходишь, что-то и ищешь. В общем, что нашла я на берегу моря? Вот такой вот шнурок, я не знаю. Это было, кстати, в Новороссийске. Не знаю, он мне как-то приглянулся. Я подумала, что это, наверное, что-то с какой-то лодки. Знаете, вот это все, когда ты что-то находишь, ты начинаешь сразу думать, где это было, под каким, почему, допустим, отрезали этот тросик. Ну, может быть, он выпал из корабля, может быть, с лодки. В общем, начинаешь думать, и я бы где-нибудь его все-таки использовала. Хотя он очень огромный, я не знаю, в каком альбоме его можно будет использовать, если только на обложке. Но, знаете, вот вкладывать в вещь какой-то такой большой смысл мне вот прям очень по душе. Также, естественно, мы собирали, я собирала много вот таких вот деревяшек, и у меня прям возникла идея вот на этих вот деревяшках делать небольшие макраме. Даже нашла вот такой вот шнур. Но это я купила уже в фикс прайсе. Не знаю, обычная, как типа какая-то бельевая веревка, что ли. Вот, но вот на них сделаю какие-нибудь макрамешечки, и хочу сделать из них открытки. Если я, конечно же, это сделала, оставлю вам ссылки на мастер-классы. Если же нет, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить такое видео. Вот, ну и, собственно, вот такие вот деревяшки, их тоже собираешь. И вот я хотела еще вспомнила сейчас рассказать, что когда... Вот сейчас они уже полностью высохли, эти деревяшки, но когда ты только их находишь вот на морском побережье, они очень сладко пахнут. Вот, то есть, все равно морской воздух, он... Я, кстати, ожидала совсем другой, ну вот, по ощущениям, ожидала что-то, чего-то другого. Но когда ты вот именно там находишь эти палочки, они пахнут очень каким-то, знаете, вот как будто... В детстве вы кушали хлеб с сахаром. Вот как-то, как-то так, короче, пахнут. И вот сейчас они такие уже более-менее... Ну, наверное, все равно они высыхают, все равно какой-то, ну вот, запах выветривается. Но пахнут, конечно, они вот именно там совсем по-другому, чем сейчас здесь. Также Яна мне отдала очень много ракушек, ракушки. Мне самое интересное удивило то, что она нашла вот такие вот ракушки, то есть обычные, привычные нам ракушки вот такого вот плана. То есть они выпуклые, большие. Но вот Яна нашла вот такие вот ракушки плоские, которые вот, получается, омывала морем, и они становились вот такого интересного формата. Это тоже, мне кажется, прикольно будет использовать в работах, именно вот в открытках, может быть. Вот. В общем, дала мне очень много таких вот ракушек, и Яна нам показывала... Как-то вот она их называла. И Яна показала вот такую ракушку только в большом формате. То есть огромную ракушку, то есть она это сама все находит. Говорят, что сейчас в Анапе тоже шторма, гроза и так далее. Вот, наверное, после... Опять-таки после вот всех штормов, может быть, она еще что-то найдет. Прям тоже, знаете, интересно за этим всем наблюдать. Вот еще одна маленькая такая ракушка плоская. И вот у меня еще здесь есть вот такой какой-то панцирь от улитки, может быть. Вот. Ну и, собственно, то, что вы видите, это огромная-огромная сеть. Мы снимали влоги. И я показывала во влогах, что Яна делилась со мной вот такой вот настоящей рыболовной сетью. Ее на самом деле кто-то, не знаю, то ли выловил, то ли она просто ее выкинула на берег. Но, как она говорит, что вот такую сеть найти, это прям большая редкость. В общем, она уже, знаете, тоже хотя бы чуть-чуть пахнет. Мне вот сейчас я понюхала и напоминает вот, когда мы были у Яны, как раз запах ее дома прям. Короче, у меня прям какие-то сразу воспоминания. Ну и давайте, наверное, то, что я, ну, может быть, отнесу к блокноту, может быть, нет. Яна отдала мне вот такой вот кусочек пробки. Пробка здесь, наверное, прессованная. И на каком-то кусочке крафт бумаги, крафт картона. В общем, из этого я планирую сделать. Ну, либо, знаете, сейчас вот думаю, либо это можно как обтянуть, ну, типа вот как кожзамом или тканью. Либо из этого сделать какую-то вырубку, хотя, знаете, так жалко из этого делать вырубку. Ну, в общем, вот такой вот отрез. Я не знаю, как он называется. Также был отрез вот такой вот кожзама на тканевой основе. Я сначала посидела и думала, нет, 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 мне это не надо, я не буду забирать. Потом, когда я поняла, что она это реально не использует, я это, конечно же, забрала. Такой кожзам я в основном использую вот под брошки. В основном вот оборотная часть брошек состоит тоже из кожзама, поэтому это очень классная вещь. Ну, и, собственно, вот все, что нашли мы на море, где нашла Яна море. И давайте, наверное, будем рассматривать то, что вложила Яна мне. Смотрите, она что делала. Я сейчас тоже увлекаюсь вот таким, то есть я сушу какие-то растения. И здесь Яна сделала какой-то эксперимент, засушила эти растения и, получается, заламинировала. Интересный такой эффект. Я никогда, если честно, не пробовала. У меня были идеи сделать, знаете, такие закладки. Но это, опять-таки, нужен ламинатор, нужна ламинирующая бумага, все такое-все такое. В общем, на это я пока оставляю. Дальше Яна мне еще отдала от мистера Пейнтера. Вы думаете, у вас засвечены слишком? Яна мне отдала вот такие вот файлы для альбома. Это что-то типа файликов для Project Life. Но здесь они просто, получается, вот просто как файлик. И здесь можно будет какую-то, может, страничку размещать или еще что-то. Но, опять-таки, можно либо самому сделать какие-то, ну, на огромном листе какие-то тоже типа Project Life воспоминания записи и карточки сделать. Вот, но я, знаете, значит, подумала, что можно, у меня вот есть кольца, такой кольцевой механизм, маленькие как раз-таки. И вот на кольцевом механизме можно собрать такой альбомчик и вот, может быть, летнее что-то оформить. Я тоже это все забрала. Яна сказала, что ей это не нужно. Я, конечно же, это все собираю. Знаете, я в тот момент себя почувствовала девочкой, такой, знаете, маленькой, которая приходит в гости к подружке. И когда она говорит, ой, знаешь, я вот этим не пользуюсь, да, ты хочешь забрать? И ты такой, да, конечно, с горящими глазами уходишь с какой-то вот такой штучкой, которая, ну, тебе, может быть, когда-то и все-таки понадобится. Вот, ну и, собственно, давайте перейдем к тому, из чего мы будем создавать блокнот. У меня здесь бумаги, в принципе, не очень много, поэтому мы будем свою бумагу добавлять. Хотя здесь тоже вот много таких вот, знаете, обрезочков. Мне понравились вот такие вот листы. Их можно либо вот так разместить. Я вот, наверное, полностью их буду размещать. Либо можно было сделать вот такой блокнот. Ну, короче, в общем, будем по ходу смотреть, что у нас получится. Знаете, гамма такая здесь получается, бордово-нежно-розовая. Тоже интересно. Хотя я не отправляла коллекцию «Скандинавское лето» от мистера Пейнтера. Вот, а здесь мне придется тоже так, знаете, подумать, что же мне такого сделать. Так, здесь у нас обрезочек бумаги. Я тебя целую. Вот такая вот, вот такие вот высечки классные. Здесь прям что-то такое космическое, неждидействует. Такие, знаете, призывающие цитаты. Мои мечты сильнее страхов, наверное. Вот. В общем, здесь тоже можно что-нибудь повырезать, можно что-то найти. Еще парочку, смотрите, интересных листов. Прям вот такие принтованные классные листы. Я прям, знаете, задумываюсь, а не сделать ли мне вот такой блокнот. То есть, может быть, что-то смешбук, может, какой-нибудь. В общем, сейчас прям будем, либо, вы знаете, вот такой вот формат взять, как за основу. Вот еще какой-то листочек интересный. И здесь два листа. Здесь у нас тоже я тебя целую карточки. Огонек нашей любви. Ты меня любишь, очень-очень люблю. В общем, какая-то интересная такая тема. Здесь, смотрите, очень много хэштегов. Тоже такие акварельные принты. И, в общем, интересное. А вот это все, что было из бумаги. Также у меня здесь был вот такой вот лист ацетатный с точками. И здесь у меня было два конверта. Давайте посмотрим вот этот один маленький. Конверты я тоже, когда мне вот так что-то присылают, тоже, конечно же, можно будет использовать это все. Здесь, смотрите, какие-то бабочки я сразу нашла. Яна, когда присылала мне блокнот, вот пару видео назад, там на моем блокноте тоже есть пару таких бабочек. Прям, знаете, интересно, откуда эти бабочки. Нужно будет у нее как-нибудь спросить. Дальше здесь вот такие вот наклейки. Они как вот 3D-наклейки. И тоже всякие различные птички. Две вот такие рамочки. Сразу их вижу на обложке. Клево. Я вот такие вот карты тоже, перфокарты вроде они называются, покупала у... Точнее, заказывала у Алсоп Дулганеевой. И вот эти карты мне тоже приходили. Здесь у нас французский, что ли, словарь. Представляете, французский словарь. Ничего себе. В общем, еще бабочка. Здесь вот такие салфеточки интересные. Очень много вот таких маленьких салфеточек здесь прям. Много-много точно. Дальше здесь у меня... Я сначала, знаете, подумала, бывает же вот как типа обрезки конвертов, но это реально маленькие такие конвертики небольшие. Прям очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Дальше у нас здесь карточки. Такие какие-то плотные прям. Я сначала подумала, что их две. Нет, это одна, наверное, плотная такая. Фотоаппарат. И вот такое лав. И еще вот такие вот билетики. Классно их будет тоже повырезать. Вот. Это все, что было вот в этом маленьком конвертике. И еще вот такой вот конверт огромный. Здесь тоже куча всего. Давайте тоже все посмотрим. Я еще у Яны заметила, что у нее очень много... Вот, допустим, у вас есть коллекция. Вот, к примеру, здесь у нас есть с вами вот такая вот коллекция вырезалок. Вот. Яна это все вырезает и складывает вот под таким вот конвертом. Это очень прям, не знаю, прикольно. Обычно я складываю в тот же конверт, допустим, в каком они были. Вот, к примеру, там пакетик или еще что-то. А у Яны прямо это лежит в таких вот пакетах основательных. И ты точно никуда ничего не убежит, не потеряется. Так, здесь у нас чипборд от Craft Story. Яна, по-моему, состоит сейчас в дизайн-команде Craft Story. Дальше здесь вот два таких обрезочка бумаги. По-моему, да, обрезочки бумаги. Это вот такой вот космос здесь. Дальше здесь практически, наверное, целый набор высечек. Это Wild Earth Heat, фабрика декору. Дальше здесь три кусочка ткани. Нет, не три, четыре даже. Давайте, нет, не четыре. Так, смотрите, здесь кусочек ткани вот такой в полосочку. Вот такой вот обрезочек. Вот такой плюш какой-то. Войлок, может быть, или ворс какой-то. Дальше вот такое что-то фиолетовое есть. Тоже небольшой отрезочек. И у нас здесь вот еще такой отрез. Знаете, таких вот штор на бабушкиной кухне? Клево. И здесь у меня еще, получается, отрезы кружева. Тоже есть вот такое вот, как будто тонированное кружево. И знаете, я прямо сейчас ощутила вот эти вот ткани, прям пахнут Яниным домом. Клево. Прям у меня сразу такие ассоциации. Здесь еще кружево. И вот еще такой вот кружавчик. Тоже интересный. Тоже прям вижу его сразу на обложке почему-то. Ну и всяких разных мелочушек. Очень много. Здесь у нас... А, слушайте, это вот я забирала у нее, пока мы сидели и разговаривали. Здесь у меня... Вам прям целое, смотрите. Это вот как раз-таки высечки Ты моя вселенная. Вот здесь были высечки вот эти вот. Вот к этой же коллекции получается. Слушайте, может быть, вот эти вот обрезочки бумаги тоже от вот этой же коллекции. Вот, наверное, вот этой. Вот. В общем, целый набор вот этих высечек. Здесь один космонавт Яна мне тоже отдала. И лимонад. И дальше здесь вот всяких штучек полно. Это вот что-то типа клипса. Я, знаете, подумала сначала, что, может быть, Яна их тоже нашла где-то на море. Вот. В общем, дальше у нас здесь много-много различных штучек. А чем пахнет весна? В общем, всяких разных пуговичек много. Даже доминошка есть. Я вот всегда думаю, что Яна это нашла на побережье. И прям сразу хочется, ну, думать, что это на самом деле все такое морское. Бобины вот такие малюсенькие. И вот здесь такое слово love. Еще тут такая вот бабочка огромная. Еще доминошка. И еще пуговка. И целый вот такой вот бутулечек с бисером. Я уже даже, знаете, подумывала, а не забрать ли мне этот бисер себе в коллекцию вот именно бисерных штучек. Вот. Смотрите, еще какая короба здесь была. Итак, друзья, вот такой вот набор материалов у меня сейчас есть. И я вместе с вами сейчас предлагаю приступить к созданию нашего блокнота. Вот из таких вот материалов, которые у меня здесь есть. И я очень надеюсь, что вам понравится. И давайте приступать. Ну, а я начинаю создание блокнота. Первым, что я делаю, это собираю тетрадки в блокнот. Сегодня у меня получится блокнот, где будет 4 тетрадки, внутри которой будет по 5-6 листов. Я здесь взяла все те листы, что были у меня в наборе материалов. Добавила еще своих листов ткрафт-бумаги и листков тонированных в кофе. Все листы я пробеговала пополам, где некоторые получились в размер страничек, кто-то остался маленьким малышом. Дальше нужно будет пришить эти тетрадки. Пришивать буду на кусочек картона. Такие картонки я беру от разных обложек, от крат-бумаги или акварельной бумаги. Тетрадки у меня 4, поэтому корешок я взяла по 3 сантиметра. И по 3 сантиметра с каждой стороны, на которую мы будем приклеивать корешок в блокнот. Корешок нужно пробеговать посередине, где у нас будет 3 сантиметра. Дальше его нужно обтянуть тканью. Это я делаю при помощи клея. Просто распределяю клей по картону и прикладываю ткань, даже ее не проглаживая. По бокам отрезаю лишнее, а сверху это лишнее загибаю. Так у нас получится что-то типа красивого каптала. Дальше я пришила к этому корешку все свои тетрадки. По середине с каждой из тетради. Пришивала таким образом по тетрадке на каждый сантиметр. То есть на 1 сантиметр первую тетрадку, на второй сантиметр вторую и так далее. Пришивайте сначала первую, затем последнюю тетрадку и уже потом пришивайте средние тетрадки. Так вам будет удобно. Внутри в этот раз я блокнот затекарировала очень и очень быстро. Страницы, тонированные в кофе, просто пропрызгала каплями акварельного спрея. Все композиции распределила по скраб-бумаге и разным выступающим элементам, чтобы не нагружать блокнот. Хочу, чтобы он был легким. Мне пригодили все элементы, что были на листике для вырезания. Я реально использовала их все. А также тут я поняла, что я обожаю различные хэштеги. С ними реально можно быстро разнообразить страницу блокнота. Их я также применяла почти что везде. Сильно комментировать здесь я не хочу, потому что здесь я уже думаю все понятно и без слов. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и в принципе вот так вот быстро я оформила в этот раз свой блокнот внутри. Либо я долго не скрабила и соскучилась, либо блокнот правда был очень-очень легким. Дальше обложка. У меня в данном наборе был только один целый набор тканей, поэтому я даже не раздумывала, что применить. Это была ткань в полоску. Ее я решила разбавить кусочком плюша. А на задней части блокнота пришила кусочек кружева. Долго думала, какую сторону блокнота все же украшать, но украсила сторону, где плюша было побольше. Создала композицию, все из тех же материалов. Старалась много не использовать из своих запасов, а все создать в аккурат из данного набора. И знаете, я думаю у меня получилось. Еще я думаю вы заметили, что видео уже я снимала глубокой ночью. Меня часто спрашивают девчонки, у кого тоже есть годовалые или двухголодовалые детки, спрашивайте, как я успеваю скрапить и вообще писать параллельно видео. Так вот, спойлер, я не успеваю. Серьезно, когда у тебя есть обязанности по дому, ребенок, нужно с ним гулять, кормить его постоянно, уделять внимание. Скрапить получается урывками. И для себя я выделила такие особенности, что скрапить получается только одной. К примеру, скрапить с Лерой это просто какой-то атас, все летит либо к ней в рот, либо в разные стороны. Поэтому я часто жертвую совместными прогулками всей семьей ради скрапа, ради съемок, ну и собственно ради вас. Ну и скраплю я частями, не расстраиваюсь из-за этого. Это как многоступенчатая подготовка к самим видео и к созданию блокнотов. То есть перед съемками должно быть все готово. И идеи я формирую именно проводя время за делом, по дому или с прогулкой с ребенком. И стараюсь заканчивать проект, сразу убирать стол для следующих чистых мыслей. Ну и из-за Леры, чтобы на утро не было балагана, чтобы она его точно в пух и прах не разнесла. Я что-то, наверное, заболталась. В общем, девчонки, если у вас не получается скрапить, значит просто сейчас не время. А время, чтобы остановиться, задуматься, провести время с малышом. И значит сейчас вы ему нужны чуть-чуть больше, чем вам нужен скрап. Я знаю, как это больно слышать, но поверьте, нужно сильное ваше желание для того, чтобы хотеть в первую очередь скрапить. Ну и знаете, как однажды я прочла, по-моему, фразу от Кати Погодиной, мамы троих мальчишек. И, наверное, навсегда ее запомнила. Я скраплю только когда я пообщалась с детьми, завершила домашние дела. И у нас есть еда в доме, чтобы накормить семью. Только тогда я скраплю. Вот у меня примерно так же. Тут я бы еще добавила, наверное, сон. Если я не выспалась или дихо хочу спать, я выбираю спать. А уже потом скрапить и все остальное. И тут я плавно приступаю к вклейке обложки закладки. Вы, надеюсь, помните клипсу, который положила мне Яна. Я нашла ей применение. Пусть она красуется на закладке. Она, кстати, у меня будет в виде бархатного шнурка. Приклеиваю ее клеем за корешок. И для надежности приклеила еще и малярный скотч. Ну и заключительными этапами нужно вклеить сам блокнот в обложку. За те клапаны по 30 метров, что я оставляла в корешке. Хорошенько прохожусь ими палочкой для беговки. И хорошо бы оставить его на некоторое время. Ну и у нас остается всего лишь приклеить форзации и блокнот готов. Ну что, друзья, вот такой вот дневничок у меня получился из материалов Яны, которыми мы обменивались с ней. Обложечка получилась такая немножечко даже тактильная, мягкая. Вот такая вот наполненная деталями обложка получилась. Я бы, знаете, наверное, сейчас поменяла бы цвет вот этой вот шеби-ленты, потому что она как-то, может быть, более розовую нужно было брать. Она, наверное, больше такой в коралловый цвет уходит. Но, в принципе, результатом я довольна. Пришила пуговки. Здесь я добавила еще резинки. Тоже, пожалуйста, не забудьте. Здесь резинки я просто пришила на машинке. И оборотную часть я вот так вот чуть-чуть украсила. Вот, также здесь у меня есть закладка. Закладка, кстати, я, может быть, уже говорила, это Яна мне положила клипсу. Я не знаю, может быть, она ее где-то нашла, либо это какие-то свои сережки были. Ну, в общем, прикольно такая закладка получилась. Ну и, собственно, сам блокнот. Наверное, я еще, знаете, добавлю штампинга. Это я, к сожалению, забыла сделать. Но мне уже очень-очень-очень хочется показать вам просто блокнот и уже выложить видео. Поэтому, наверное, потом уже в сторис я покажу, как выглядит полностью блокнот. Ну и, собственно, я украсила, в принципе, все вот такие выступающие элементы. Обычные странички, тонированные в кофе, я, в принципе, не трогала. Крафт такой картон я тоже никак не трогала. Я, в принципе, больше работала с бумагой, с краб-бумагой, либо какими-то вот такими выступающими элементами. И, мне кажется, наполненный, в принципе, блокнот получился, потому что, в принципе, сюда, если заполнять какие-то фото, обрамлять их, вот, пожалуйста, будет очень много места. Все-таки, наверное, не хватает немножечко штампинга этому блокноту. Поэтому, наверное, сейчас я этим, в принципе, и займусь. Ну и, собственно, вот такой вот блокнот у нас сегодня получился. Здесь у меня вышло 4 тетрадки. Вы помните, в прошлом блокноте я говорила, что я сейчас буду делать вот в таких вот тетрадках поменьше листов, чтобы потом, если мы будем его заполнять, у нас сильно не разбухал блокнот. Ну и, собственно, наоборот, тетрадок у меня, получается, получилось побольше, потому что в предыдущем блокноте я сделала всего лишь 3 тетрадки, а сейчас сделала 4. Получается так, что наполнение одинаковое, просто увеличились тетрадки. Ну и, собственно, вот такой вот блокнот у меня сегодня получился. Кстати, добавила здесь форзицы вот такие, здесь пластиковые кармашки, здесь одинарный и здесь вот такой вот двойной. Мне, кстати, знаете, не хватило. Вот я поняла, что когда мы собираем какие-то материалы для наших друзей, чтобы обменяться, я поняла, что вот все-таки чего-то, может быть, не хватать, либо, знаете, все равно взгляд у человека другой. Но вот тут я поняла, что я, в принципе, все, что я вот видела в этом блокноте, я воплотила. Единственное вот, что мне не хватило, наверное, бумаги, именно скраб-бумаги. Вот, поэтому я вот здесь вот форзицы я просто собирала из-за обрезков каких-то у меня оставались. То есть я не использовала сюда на данный блокнот никаких больше дополнительных материалов. Вот только то, что прислала мне Яна, точнее, я привезла от Яны с нашего отпуска. Ну и, по-моему, я вот такие какие-то вещи добавляла. По-моему, здесь это добавила, вырубку добавила. Ну и, в принципе, все. Все остальное, по-моему, прислала, давала мне с собой Яна. В общем, вот такой вот блокнотик сегодня у меня получился. Ну и, наверное, на сегодня это все. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк этому видео, если оно вас вдохновило и вам понравилось. Ну а мы увидимся с вами уже в следующем видео. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok